Более ста человек ежедневно прививаются в мобильном пункте в торговом центре «Лента» на Старой Нагорной улице. И уже к моменту открытия у дверей довольно людно. Сегодня получить прививку от коронавируса пришли спортсмены и сотрудники мотобольной команды «Металлург». Всплеск пошел опять сильный, и чемпионат продолжается. И как раз у нас сейчас до первой серьезной игры есть время, чтобы потом восстановиться сразу тоже после прививки же нельзя. Поэтому есть время, чтобы восстановиться, и решили все-таки сделать. В самом разгаре чемпионат России по мотоболу. У спортсменов жесткий график, тренировок и игр. И все же руководство клуба «Металлург» приняло решение о вакцинации. Одним из первых привился капитан команды Владимир Сосницкий. По правилам три дня мы подождем ближе к выходным, а с понедельника начнем также занятия, приступим к тренировкам. Ну сейчас вообще сама процедура есть, какие-то неприятные ощущения? Да нет, все нормально, все по правилам. Документы заполнил, фамилию заполнил, две секунды получил. Действительно, на прием одного человека уходит несколько минут. Как выясняется, прививка не внесет каких-то особых корректив в расписание тренировок мотоболистов. А для спортсменов какие-то есть ограничения в связи с... Тяжелые физические нагрузки ограничивают. Ну а так в целом чего избегать? Избегать посещения сауны, бани, горячей ванны. Всего около 20 спортсменов и сотрудников мотобольной команды «Металлург» пришли в этот день сделать прививку. И президент клуба Валерий Нефансев отмечает, что вакцинация будет продолжена. Сосницкий сейчас звонил старший, он в аэропорту уже привился, кто-то уже переболел, кто-то уже привился. Я, кстати, привился еще в марте, поэтому, естественно, не все будут, но основная масса должна привиться. Пункт вакцинации в торговом центре «Лента» на Старо-Нагорной улице работает ежедневно без выходных с 11 до 14.30. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.